Никита Непряхин. Как выступать публично? 50 вопросов и ответов. Вопрос первый. Вместо предисловия. Кто я и о чем эта книга? Есть категория книжных тем, на которые вешают гриф, обязательные для прочтения, или читать всем. К сожалению, тема публичных выступлений и ораторского искусства чаще всего относится к категории специализированной литературы, интересной для узкого круга читателей. Никогда не понимал, почему это так, и вряд ли когда-нибудь пойму. Ведь ораторское искусство – это величайший дар, которым может обладать человек. Это ключ от многих дверей, за которыми могут скрываться самые смелые ожидания и перспективы. Сложно представить успешного человека, не умеющего выступать перед аудиторией, панически боящегося публики, с трудом выражающего свои мысли и невнятно выговаривающего слова. Сложно представить харизматичного и преуспевающего лидера без умения ярко и убедительно говорить, выступать, влиять, вдохновлять, мотивировать, наконец, вести за собой восторженную толпу. Не стоит думать, что мастерство публичных выступлений необходимо лишь большим начальникам, политикам, лекторам, деятелям шоу-бизнеса, актерам, дипломатам, агитаторам или адвокатам. Умение выступать публично необходимо каждому из нас, независимо от сферы деятельности и занимаемой должности. Кому помешает навык ясно, изящно и коротко выражать свои мысли? Для кого будет лишним умение уверенно держаться перед собеседником или любой аудиторией? Кто не хочет придать своим речам новую силу и стать более эффективным? Давайте сразу оговоримся. Оратор – это не только тот, кто вещает с трибуны для тысяч людей. Любой, кто выступает даже перед самой маленькой аудиторией, тоже является оратором. Не каждый задумывался, что выступаем мы публично с самого детства. Сначала стоя на табуретке, читаем стихи перед родителями и их гостями. Потом отвечаем на уроках у доски перед учителем и всем классом. Выступаем на школьных праздниках, утренниках и чаепитиях. Получая высшее образование, читаем доклады и рефераты. Выступаем на конференциях. В конце концов, защищаем свою курсовую или диплом. А уже во взрослой жизни начинается круговорот бесконечных переговоров, деловых встреч, презентаций, совещаний планерок. Даже если кто-то вообще далек от деловой жизни, участие в родительских школьных собраниях или встречах членов ТСЖ – тоже примеры публичных выступлений, с которыми нам приходится сталкиваться. Тот, кто обладает красноречием, всегда на голову выше других. У такого человека всегда есть фора перед конкурентами. Навык красноречия выражается не только в эффектном выступлении перед большой аудиторией, но и в эффективной и результативной межличностной коммуникации. Опытный оратор всегда может расположить в себе, привлечь внимание, убедить в своей правоте, просто быть ярким и интересным человеком, всегда желанным, увлекательным рассказчиком и собеседником. Беседа, дискуссия, спор, презентация, переговоры, планерки, деловое совещание, собрание, собеседование – во всех этих коммуникативных ситуациях выигрыша будет человек, владеющий ораторским искусством. А для некоторых это просто жизненно необходимый навык. Я прежде всего говорю про людей, занятых в сфере образования, продаж, юриспруденции, маркетинга, пиар, политики, искусства, медиа и шоу-бизнеса. И, конечно же, руководители любого звена и уровня, независимо от рода деятельности компании или предприятия. По-моему, пора представляться. Меня зовут Никита Непряхин. Я бизнес-тренер, специалист в области аргументации, коммуникации и публичных выступлений. Автор трех книг и целого ряда статей. Так получилось, что вся моя работа – это постоянные публичные выступления. Я провел более тысячи тренингов. А подсчитать количество публичных выступлений, всевозможных мероприятий, на которых приходилось выступать перед аудиториями, будет намного труднее. Тренинги, мастер-классы, дебат-клубы, конференции, стратегические сессии, выступления на радио и телевидении, возможностей попрактиковаться было предостаточно. Я знаю бизнес не понаслышке. Работая в сфере обучения и развития персонала и являясь TND-директором крупнейших FMCG-компаний, я прекрасно понимаю, насколько важны навыки ораторского искусства для любого сотрудника, для любого человека. Навыки красноречия, яркого публичного выступления, умения держаться перед аудиторией – важнейшие для любой категории персонала, хоть как-то связанные с коммуникациями. Как руководителю мне ежедневно приходится сталкиваться с публичными выступлениями – совещания, планерки, презентации, собрания, митинги, отчеты и так далее. Опыт ораторского искусства, безусловно, помогает во всех этих ситуациях. Я знаю книг по... Сэмпл комплит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова